Добрый вечер, Иланочка. Приветствую, Иланочка, всем сердцем, всей любовью. Всех приветствую. Иланочка, хочу тебя сразу поблагодарить за то, что ты, так сказать, изъявила желание, у тебя есть возможность поделиться теми чудесами, которые произошли в поле мастера Пронава. Можешь немножко, ну, пару слов о себе сказать, в общем, как ты услышала, когда первый раз про мастера и как у тебя произошло вот такое первое прикосновение? Да, родная, с радостью поделюсь. Это произошло в феврале, пять месяцев назад. Мне мой очень хороший друг прислал видео с интервью, с интервью с мастером и включила, и буквально с самых первых минут вот этот трепет, да, когда Бога узнаешь, невозможно не узнать. И вот это поле, которое тебя охватывает, поглощает, и всё забылось. А вот осознавалось то, что всё вокруг забылось, и как будто я вот в этой студии тоже, и как будто погружена во всё то, что происходит. Всё забылось абсолютно. И, конечно же, брызнули слёзы, таким ручьём плелись. И святыня была сердцем распознана вот с того момента. Пересмотрелись, как и у многих наших дорогих сатсанги, все пересмотрелись. И потом поехалась в Москву на сатсанг. Это, если не ошибаюсь, 7 апреля было. И первое чудо вот именно с этим телом, с Иланой, произошло тогда, когда шлось за ребёнком в школу, и когда ноги шагали, так это было всё осознанно, глубинно. Я вдруг осозналась, что ноги сами идут, что я никакого отношения не имею к ногам. Они бегут, переставляются и бегут. Я смотрю, и у меня мой ум просто говорит, это же твои ноги. А я понимаю, глядя на всё это, на эту картину, что вовсе не мои, это ноги. И бегут они сами, и невластно над ними абсолютно сознание, потому что тело автоматически совершает какое-то бегущее движение. Торопилась за ребёнком. И вот это было первое такое яркое осознание, как это происходит, что это такое растождествление с телом, потому что до этого всё, что внутри хранилось, оно было как интеллектуальный запас знания. То есть где-то раньше ты была на каких-то тоже ретритах у каких-то мастеров, да? Да, любимая, массу пройдено, вот как мастер говорит, любимый наш, о том, что путь можно найти только. И путей этих было множество. И по каждому шлось, а в итоге осознавалось, что у меня происходил бег. То есть бег происходил по кругу, и поиск не прекращался внутри. Это был какой-то звериный, ненасытный аппетит, который поглощал всё, тибетские практики, всё, что возможно было, йога, все обучения, всё. А аппетит не спадал, остановиться было невозможно. И когда уже, как со слов мастера, когда уже невозможно было бежать, невозможно было уже это в себя вместить, вот тут произошла эта остановка. И остановка совершилась перед нашим цветоносным мастером, перед сердцем мастера. Свершилась эта остановка, как будто всё замерло. Вот с этого первого видео, как будто всё замерло. И начало осознаваться, что кто это бежит и кто всё хочет поглощать. Постоянно, постоянной гонки, постоянно ища, переслушивая, копаясь. И вечный недостаток всего. То есть мало, мало, ещё нужно. Одного учителя, другого учителя. И всего этого мало. Вот, родная. Это происходило в буквальном смысле около девяти лет. Вот такая гонка. С препятствиями. Ну и потом попала ты на сатсанг к мастеру. И потом на оффлайн или на онлайн ретрит? На сатсанг. Когда ехала на сатсанг в Москву, взяла с собой сына. Сыну девять лет. И первое, что с нами произошло, это невероятное чудо случилось. Потому что сразу же на вокзале уже ощущалась вот эта вот внутри дрожь. Потому что... Трепятствия. Да, вот такое ощущение, как будто каждая клетка, она вот дрожала в предвкушении вот этого вот рассвета уже истинного. Не просто вот когда вспышка и опять задухает вспышка, а вот этой истинности долгожданной. И когда только зашли на вокзал с сыном, подходит тут же бабушка и говорит о том, какая у неё тяжёлая жизнь. Хотя ко мне очень давно никто не подходил и ничего не просил. Я её выслушала. Выслушала весь её рассказ. Всё выслушалось абсолютно. И у меня в кошельке было только 500 рублей. Все деньги были на карточке. Я достала эти... А у бабушки нет телефона. И я бабушке говорю, вы хоть позавтракайте, пожалуйста. И отдаётся 500 рублей. Бабушка говорит, что ты, родная, куда ты мне такие деньги большие даёшь? Ты что? И она вот так вот мою руку отодвигает. Я говорю, бабушка, да какие же это большие деньги? У меня просто вот нет больше. Вот эти 500 рублей на поезд, на водичку взяла. Наличкой на всякие разные. И бабушка берёт 500. И она столько благословений вот из своего сердца лила. И вот тоже вот так Бог сразу как-то раз проявился через лик бабушки, через её сердце. И под этим благословением пошла к поезду с ребёнком. Мы подходим к поезду, а у меня настолько внутри вот всё исчезло, снова всё исчезло. Я подхожу к вагону и стою всю эту очередь, там много людей. И проводник, приходит наша очередь, проводник в списке, называется фамилия, проводник в списке посмотрел. Проходите, пятое, шестое место. Мы с сынули, заходим в вагон. Я смотрю, СВ вагон. Покупалось обычное купе. Просто я на автомате не на тот вагон пошла с уверенностью, что это мой вагон. Но нас пропустили каким-то образом в списке. Возможно, она посмотрела. Чудо же необъяснимо, как это происходит. Вот, каким образом, как это всё работает. Мы заходим с Костюшей, а там практически никого нет. Может быть, один человек в СВ во всём вагоне. И у нас пятое, шестое место. И просто осознаётся, что это величайшее чудо из чудес, которое вот просто так явлено, вот подарено. Подарено. И осозналась, что вот именно так. Это всё начинает происходить, когда ты летишь, когда тебя ничто не может остановить навстречу Солнцу, навстречу Богу. И мы приехали на сатсанг. И, Аннушка, наверное, видели, какая там огромная очередь была. Ну, я не видела, но рассказывали, да. Мне не поверилось, когда мы подошли, это было три квартала, наверное. Ну, когда увиделось это всё с ребёнком, а мне сын говорит, мам, мы же как зайдём туда? Ну, то есть, если в конце встать, то понятно, что здание просто не вместит. А мы подошли как раз с другой стороны, где только начиналась очередь. И там стоял мужчина и женщина. И я подхожу к мужчине и говорю, а что, все туда попадут? А мужчина мне говорит, все нет. А мы попадём. И мы встаём к ним. В начало очереди. И нас просто вот такой вот волной заносит. А ребёнок был сначала один. Больше не было деток. Только Костя был со мной, сын. И его все начинают пропускать. Ребёнка поближе к мастеру, ребёнка поближе. Я думаю, Божье благословение льётся на это тело. Просто принимаю, благодарю, благодарю, принимаю. Иду, а слёзы, сопли, в общем, всё. Думаю, ну как же так, любовь Божья просто со всех сторон. И пришли под самое крыло мастера. Добили нас просто под самое-самое вот это вот крыло. Поток вынес, поток вынес. Это что-то было. И вот селось оно, и заходит мастер. И я как впала в эту благодать, родная, я ничего не чувствовала. Я не слышала даже, что говорил мастер. И не слышалось толком, какие вопросы задавали. Просто стоял гул, как от электростанции слова. Как электростанции стоял в ушах гул. И так пробылось два часа. И уже в конце поблагодарилась всем сердцем, всей любовью, всем светом поблагодарилась за вот это вот, за ценный дар, ценнейший дар пребывания в этом светоносном поле. И это поле, раскрытое сердце и нераскрытое, его ни с чем не перепутаешь. Ни с чем не перепутаешь. Того, кто носит в себе божий свет, такой чистоты. Вот, любимая. Так вот побывалась на сатсанге. И нас в этот день, когда нам нужно было ехать на сатсанг, вдруг к нам приходит администратор и говорит, мы вас заселили в маленький номер. А нас, правда, в такой малюсенький номер заселили, но зато в центре Москвы, недалеко от того места, где мастер выступал. И говорит, мы решили, что нужно нам вас переселить в другой номер. Мы говорим, ну, хорошо, мы не будем спорить, принимаем, благодарим. И нас переселяют, мы заходим с Костей и теряемся просто в этом номере, там просто огромный номер. И с нас ничего не взяли, ни копеечки. Нас просто переселили в комфортные условия. И вот это осознавалось, насколько, когда в доверии ты отдаёшься всему, и тебя ничего не может остановить, насколько вот эта вот Божья благодать и защита, и всё тут тебе и дары, они просто вот льются потоком, неостановимым потоком льются. И ребёнок мой пребывал, конечно, вот в чудесах всё это время, видел, чувствовал и осознавал, что поле мастера – это поле любви. И что потом, после сатсанга? Что далее? После сатсанга через три дня вернулись в Самару. И далее произошло так, что начался затем онлайн-ретрит, на который на первый ретрит попала Элана. Это был самый первый для меня ретрит. Это было настолько. Но в самые первые дни ретрита вдруг приезжает бывший муж. Костин папа, который уже около четырёх лет, или почти четыре года, по временным рамкам даже не важно, он приезжает со своей мамой к нам в гости. И как будто бы так всё складывается, самой жизнью выкладывается передо мной, что есть возможность, ведь мастер этому сердцу дал самый большой дар. Он дал, как и многим женщинам, женским сердцам, он дал дар благословенный, чтобы осозналось, кто такой есть мужчина, чтобы покаялась и чтобы принялось то, что не принималось, пусть даже враг завершился, но что не принималось, чтобы оно принялось. И встретила мужа бывшего как самого родного, самого любимого, единственного мужчину на планете Земля. Встретилась, и всё было для него. И вечером вдруг, когда вышли гулять на Волжскую набережную, живём в Самаре, рядом Волга, вышли на Волгу, и вдруг начала благодарить, начала просить прощения и признаваться в том, что в своих духовных поисках была отвёрнута от него, и что дело-то не в нём абсолютно, а дело в том, что вот эта духовная гордыня, она разворачивала абсолютно не в том направлении, в заблуждение. И муж чувствовал одиноким себя, покинутым. И это так ярко осозналось. И вот то, что моё женское сердце впитало, это благодарность к мужчине, и эта любовь, она пропитала к мужчинам, пропитала моё сердце так, что у меня произошло такое глубинное изменение, просто перекодировка всего на ДНК, уровне всего того, что было на то, на божественное содержание, что мой папа, мой бывший муж абсолютно развернулись другим ликом к Элане, и столько заботы стал проявлять мой папа родной по отношению ко мне, столько дарить любви, столько дарить даров, и потом постепенно стало ощущаться это от мужчин, и те, кто был друзьями, есть друзья, и тоже столько происходило от их сердец тепла, потому что принялось и осозналось, и всё потекло совершенно невероятно. И мой муж поблагодарил и сказал, ну, было так было, благодарю тебя за то, что ты так открылась, и поблагодарилась его в ответ, и слёзы он мне утер, и было осознание, что самое главное, что должно было произойти, оно произошло, что произошло раскаяние, покаяние, произошло сразу всё. и через некоторое время вдруг пришлось домой, уходила в магазин, и пришла домой, а там мой муж моет всю сантехнику. Аннушка, он перемыл в доме всё, он просто перемыл все унитазы, он перемыл всё, что возможно в моей квартире, и он это мыл, я смотрела на это и думаю, вот это настолько божественно, это вот такие дары, это тебе не материальные дары, это дары сердца, это дары Бога, это дары, которые, ну, когда можно рыдать просто, стоять, рыдать, и осознавать, что такое происходит, потому что ты пробудилась любовью этой святой к мужчине, и поэтому так Бог радует тебя и даёт тебе всю свою любовь, отдаёт через мужчин. Так же наладились отношения со старшим сыном, хотя они всегда были ровные, но у Иланы была привычка обучать, чтобы... Наставлять, наставлять. Да, быть примером, быть такой звездой, на которую всегда нужно смотреть. Сын рано переехал в свою квартиру, отпустила с благословением, и он не участвовал, ему 22 года, он не участвовал как-то особо вот в жизни своей мамы, а тут он начал проявлять заботу, и он устроился на работу, после того, как вот... До того, как ещё защитил, устроился на работу, он стал даже перечислять благодарность вот маме, то есть как дар. И это, конечно, приводило сердце в такой трепет, такой восторг, что всё стало меняться, перепрошиваться в буквальном смысле. И все те знания, которые были накоплены, они как будто в пух и прах рассыпались, но родился живой опыт, который тело проходило уже на живом опыте. Не просто на интеллектуальном уровне, когда ты просто напичкана, и ты слышала, знаешь, читала, помнила о том, что ты не есть тело, о том, что телом здесь и умом ничего не поменять, только через божественное сердце. Но это всё было вот живым опытом, не подтверждено. А тут именно в живом опыте оно стало происходить. То есть вот картина начала разворачиваться и просто совершенно противоположным боком, если можно так сказать. Да, это... Безусилия, то есть не нужно было ни усилия. Это всё происходило в поле любви мастера, само по себе, скажем так. Само по себе, да. Это было удивительно, потому что ранее прикладывались же усилия, что нужно собрать народ, что нужно что-то провещать. Кому-то это было нужно всегда. Кто-то там что-то достигал, хотел там где-то там, чтобы ему там больше оплачивалось и что-то ещё. И вдруг оно всё было так отброшено, потому что суть никогда не была... Сердце всегда осознавало, что вот это материальное – это то, к чему нельзя быть привязанным. И тут оно начало подтверждаться вот через всё существо, когда всё отпустилось и постоянно началось такое, как сканер внутри начал работать на то, что ещё не отпустилось, где ещё привязки, что. И как ранее делилась родная с тобой о том, что была группа и была некая привязанность к тому, что там вести эфиры, вот что-то. И осознавалось, что всё время какой-то как будто бы недостаток чего-то. Кажется, что маловато, нужно было бы, чтобы побольше людей пришло или что-то. И вот эта личность, она всё время... Ой, что-то опять, да? Что-то не то. И Вадим... Что-то не то, да. Да, не было вот этого благости от того, что просто есть. И благодарю за то, что оно есть, что оно разворачивается, что так легко даётся. Всё там на материальное смотрелось и осознавалось, что, боже, у тебя всё есть, у тебя столько всего есть, о чём ты роптала, где ты чувствовала этот недостаток. Посмотри, как мужчины заботятся о тебе с какой невероятной любовью. Посмотри, как о тебе заботятся мама, папа. Посмотри, как друзья проникновенно в моменты, когда вот что-то появляется вдруг, как только вот что-то происходит, и всё, и даются вот эти вот дары, поддержка, и это всё было очень легко проявлено. А не возникал у тебя вопрос, вот у меня, знаешь, я тоже считала, что вот я же служу людям, служу людям, а вот вдруг в поле мастера произошло такое осознание. А сколько в этом служении любви, с любовью жить? Вообще, есть ли там любовь в этом служении? Да, любимая. Было такое, было такое, что нельзя превращать это в автомат. Да, да, да. Потому что так пробовалась с другой тоже девушкой создавать группу и вести людей, и осознавалась, что вот этот автомат, который утром провести, это там, оно всё неживое. И в этом неживом плакало сердце от того, что ему просто хотелось дарить, ему просто хотелось отдавать, ему просто хотелось с живым потоком звучать, ничего специально не делая для этого, возможно, без подготовки, просто звучать в потоке. И становилось всё больнее, 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 и в итоге покинулся вот этот канал, который был раскрыт, и, в общем-то, осозналась, что не за этим, не за этим мы здесь, а для того, чтобы отдаться Богу все целостно. И вот это служение, о котором говорит наш любимый мастер, начало происходить тогда, когда всё было вообще отпущено, и вдруг служение обнаружилось в том, что вдруг захотелось невероятно всё мыть у родителей в загородном доме, мыть всё захотелось, а пошла мыть баню. Я эту баню мыла-мыла, и было такое благостное ощущение, как будто я не баню мою, как будто я ванну принимаю. Чистило пространство, чистило пространство. И осозналась, какое счастье мыть для любимых, какое счастье служить, какое счастье отдаваться вообще вот на сто процентов. Хотя у Иланы всегда было такое, что вот в основном вся её деятельность, вот как тело там пыталось действовать, она практически всегда была даром. Вот, потом как-то вот стали вот эти потуги происходить, стали все учить, что нужно же деньги, деньги зарабатывать. И как только вот в это ушлось, это просто был такой вот... Илана, а давай немножко, ну как бы переместимся в другую тему. Ты вот рассказывала, что своим телом тоже какие-то чудеса происходили. За второй онлайн-ретрит пришло глубинное осознание того, что телу нужно. И осозналась глубинно о том, что когда разрешается еда, которая не несёт никакой благости, кто просит эту еду? Вот так вот осозналась, кто просит эту еду? Ведь когда ты смотришь на что-то такое, там на бутерброд с сыром или что-то, вот салат с майонезом или что-то такое, и осозналась очень глубинно, что для во благо и для здоровья этого тела это не нужно. И это осозналось глубинно. И как только этот щелчок вот так вот перещелкнулось, хотя до этого тоже было вегетарианство, но которое всё позволяло, там сметанки и всё-всё-всё-всё прочее, но оно так осозналось вот так глубинно, что не могло убраться, наверное, килограмм десять лишних с тела. Ну, виделось это как лишнее, потому что телу было как-то вот тяжеловато это всё таскать, и хотелось ему помочь, а не помогалось, потому что оно всё равно что-то ело и поправлялось. и тут как будто бы вот тоже как перепрошивка, вот всё было отброшено и прекратилась еда. А после пяти она вообще остановилась, просто остановилась еда, и так изо дня в день стала происходить вот этот вот период, что вечером вообще никакой еды, и утром. Это во время ретрита? Илана, у нас осталось 10 минут. Да, родная, во время ретрита произошло, и стекло сразу 6 килограмм с тела. Просто стекло даже не осознавалось, что так долго это всё носилось, и только мечталось о том, что как может быть по-другому. А тут оно само всё произошло, как мастер говорит, то есть вот мы себе уговариваем, ну там мясо нехорошо есть, хлеб нехорошо есть, и вот и всё, мы как молодцы тут целую неделю это не едим, а потом пошли, всё это три миски съели, фух, выдохнули, спим после этого три дня, да, отходим. А тут оно вот просто смотришь, оно тебе как муляж, да, как вот там пластмассовое что-то лежит, что тебе как бы вообще едой не является. Да, и осознаётся, что у тебя уже даже не потянется туда рука, потому что это не во благо твоему телу, это не во благо. То есть это произошло безусильно, как бы вот произошло и всё. Они стали стекать, вставалась на весы, конечно, вот это, это была некая такая вот проверка системы, как это всё работает, вот, и вставалась на весы, опа, вот это да, там 800 грамм. А были какие-то вот проблемы ещё там, ну, что-то болело, кололо, или всё хорошо было? До того как? Сверхускоренно начало тело освобождаться, были уединения в туалетной комнате по там несколько часов, это всё было. Но у Эланы не было сильного отождествления с телом, и для меня провести несколько часов было в туалете абсолютно норма, потому что осознавалась, что великое благо свершается, всё лишнее выходит просто. И всегда для этого тела, это был праздник, что бы с ним ни происходило, если из него что-то выходит и покидает. Как будто бы даже какая-то вот такая вот радость, как ранее говорили, вот что там вот китайская, тибетская медицина, там же очень часто больно делают телу, и вот говорилось, прими с радостью. И вот настолько это тело научилось принимать всё с радостью, что его там палками били, на гвозди клали, а она всё радовалась и радовалась. И когда вот это происходит, процесс очищения, это вот во благо я осознавалась. Безусильно, да? Безусильно. Да, спрашиваешь, а я вот вспомнить не могу, что было вот прям вот мне плохо. Было не очень комфортно, потому что не выходилось из дома, и вот эта вот как раз тёмная ночь души произошла, когда посмотрелись все сатсанги, и вдруг я лежу дома на кровати и покрываюсь вся потом, и как будто из меня какой-то вот просто выходит вот слепок всего, всех страхов, всех тревог, как будто вот просто вываливаются все вот эти вот оставшиеся страхи, оставшиеся сгустки, они как будто бы вот как вот из тела просто... тёбаным облаком таким, да, как бы из-за всего. Да, как будто вот это вот всё из тебя выходит, и в это время, да, у тебя и дрожь, у тебя и как будто бы тебя это чёрное облако всасывает, поглощает, как будто всё, вот сейчас будет конец, и когда ты всё это проживаешь, принимаешь, прожилось и принялось, и оно начало рассеиваться. И это прошло примерно вот с утра, это со мной происходило, и до обеда отпустило тогда, когда с ребёнком нужно было бежать телу в школу, это было около двух часов дня, отпустило. Это у тебя на первом ретрите было или на втором? Это у меня было в самом начале, до ретрита, когда пересматривались все сатсанки, и началась вот эта чувствительность тела, она всё сразу выбрала, и там такое началось, ум просто вот этим страхом, он, ну, втаскивал, а я отдавалась. И потом просто раз и всё, и вынырнулась оттуда, и всё начало растворяться, всё начало исчезать, всё начало просто вот гаснуть, и осталось... Илана, можно поконкретнее? Мы с тобой договаривались, что 20 минут немножко не рассчитали, время, да. Можешь ещё чем-то поделиться, таким, что, ну, вот, вау. Да, благословение мастера. Вот совсем недавно на днях попросилась, сын трясся, у него защита диплома, он трясся просто, и отправилась фотография сыночка, отправилась мастеру, благословение было получено мною утром, а утром у него защита диплома, и когда позвонилась ребёнку, ребёнок говорит, мам, я на пять защитил. Вот эта благодарность нескончаемая, потому что это всё настолько легко происходит. И ещё одно огромное чудо, когда пересталось младшего ребёнка заставлять что-то делать, хотя он в семейной школе, и там достаточно такие, можно сказать, лайтовые условия, для детей, но тем не менее, вот эти уроки, они просто для меня были как тюремным заключением. И как только осозналась, что нет ни в чём важности, на глубинном уровне я так осозналась, то есть прям глубинно, вспышкой, и что произошло? Нам перестали, родная, давать домашнее задание, которое просто в сердце из меня вытягивало, просто казалось, что... В школе перестали давать домашнее задание, смешно. Да, семейная школа, вот, и семейная школа небольшая, у нас 5-10 человек вот в классах, пересталась, и всё это время до лета, с февраля, с февраля, вот может быть, с марта, точнее сказать, не давались эти задания, и только ходилась и удивлялась, вот в сердце, даже никому ничего не говорилось, но было столько вот этого детского восторга чистого о том, как это бывает, когда ты отбрасываешь все важности свои. Вот что глубинно осозналось. Прекратился этот бег, прекратилось это достигательство, полное произошло отречение от всего. Хотя Элана всё время была в стороне, как вот всё время в уединённости пребывалась, но оставалась личность, которая что-то хотела, а тут оно всё вмиг раз, и все эти миражи были рассыпаны. Но я благодарю мастера всем сердцем за то, как это произошло, как это без страданий, каких-то там, без усилий, и вот каких-то сверх... Вот, благодарю всем сердцем, всей любовью своей. Вот, родная. Самая главная ценность – это любовь к мужчине. Это было получено, это распечатало такую любовь в сердце, что даже не передать. Мила, я очень за тебя рада. И благодарю тебя за нашу встречу, за то, что ты поделилась своими осознаниями, которые произошли, Оля, нашего любимого мастера Пранава. Ну и, как говорится, пользуясь случаем, тут минутка у нас осталась, ещё хочу пригласить всех, кто смотрит этот эфир, если вы хотите и имеете желание, возможность поделиться своими осознаниями, откровениями. Пожалуйста, пишите Анне в Телеграм, ссылочка будет под этим видео. И, милая, обнимаю тебя сердцем и благодарю. Благодарю, любимая Аннушка, за то, что пригласила. Благодарю мастера, всем сердцем, всей любовью бесконечной. и всегда с вами сердце моё люблю. Благодарю.